Индия – бывшая британская колония, и граждане этой страны прекрасно знают все тонкости английского этикета на высшем уровне. По словам индийского ученого Санжива Шривостава, торжественный ужин в Букингемском дворце и выступление Си Цзиньпина в парламенте Великобритании – знак глубокого уважения официального Лондона к почетному гостю из Пекина. На нынешний визит председателя КНР, уверен ученый, у Соединенного Королевства большие планы. В Великобритании очень развита сфера обслуживания, а Китай обладает большим опытом дорожного строительства. Лондону как раз необходимы большие финансовые вливания для развития инфраструктуры. Объем валютных резервов КНР составляет почти 3,5 триллиона долларов США, так что Китай имеет большие возможности для инвестиций. Увеличению вложений в британскую экономику со стороны Китая будет способствовать нынешний визит председателя КНР в Великобританию. Индийский ученый обращает внимание на то, что это первый за последние 10 лет визит китайского лидера в Великобританию. И проходит он в то время, когда обе страны понимают всю выгоду от сотрудничества самых разных сферах экономики. Господин Шривостав согласен с оценкой нынешнего этапа отношений Китая и Великобритании британским премьером. Дэвид Кэмерон назвал его «золотой эпохой». «Несмотря на то, что Китай и Великобритания различаются по идеологии, у них есть общий интерес в экономике и культуре. Великобритания рекордная среди стран Европы количество институтов Конфуция. Государство создает все условия для улучшения взаимопонимания и дружбы народов». Большое значение деловой поездки председателя КНР в Лондон придают и в Джакарте. Индонезийский аналитик Таджудзин Хиджаят уверен, что контакты на высшем уровне помогут дальнейшему сближению Востока и Запада. «Этот визит дает хороший шанс на сотрудничество Китая с Великобританией и всей Европой. Благодаря нынешнему визиту Лондон сможет лучше узнать нынешнее положение КНР. В свою очередь Китай хорошо узнает ситуацию Великобритании, а также ее политику и стратегии. Это поможет двум странам составить общее мнение по международным вопросам». Экономическую выгоду от визита подсчитывают и в Пакистане. В местных газетах выделяют самые перспективные направления сотрудничества Пекина и Лондона. Это атомная энергетика и высокоскоростные железные дороги. «Я поддерживаю мнение британского премьера о большом значении визита Сидимпина для его страны. В настоящее время Великобритания нуждается в большом экономическом сотрудничестве с Китаем. Лондону необходимы инвестиции из КНР, особенно в проекты атомной энергетики и высокоскоростных железных дорог». Все аналитики обращают внимание на то, что именно в Лондоне находится крупнейший за пределами Азии офшорный центр по денежным операциям с юанем. И этот визит станет важной вехой в превращении денежного средства КНР в интернациональную валюту. Цичунна Артур Валеев, CCTV